Всем привет, друзья! Сегодня у нас маленький урок по настройке автозапуска LXC контейнера. Предварительно нам нужно убедиться в том, что LXC у нас запущен. В последующем мы немножко поработаем с командой MAN. Кто не знает, это поиск справочников и, соответственно, в последующем открытии информации. Рекомендую, на самом деле, научиться работать с MAN, потому что это основная у нас, ну, по крайней мере, для системных администраторов справочная информация. Что ж, давайте введем команду System.ktl is Active LXC и убедимся, что сервис у нас активный, и, соответственно, мы можем что-то с ним делать и в последующем работать. Кто не знает, у MAN есть достаточно большое количество опций, таких как MAN ключ K и MAN ключ F. В данном случае мы введем ключ K, давайте посмотрим, что у нас получится из этого. Что ж, MAN-K и пишем LXC контейнер.conf. Что ж, он нас находит в какой контейнер у нас, то есть какие-то есть, если бы были дополнительные опции, то, соответственно, мы бы получили бы еще какую-то дополнительную справочную информацию. В данном случае у нас всего лишь только один файл ответов, а именно LXC контейнер.conf. Ну и давайте в него подключимся MAN пятерочка и скопируем LXC контейнер.conf. Теперь нам нужно найти автостарт. Для этого мы введем в поиски LXC start.auto. И как мы видим, по умолчанию у нас валит вал равный нулю, соответственно, выключено. И единица, соответственно, включена. Что ж, давайте скопируем. Выйдем и зайдем в нашу домашнюю директорию. varlib.elxc.mine.new.container. И отредактируем фуалик.config. Что ж, спустимся куда-нибудь вот сюда. И попытаемся вставить. Вставили, добавим единичку. Ну что ж, вот таким вот волшебным способом у нас производится настройка автостарта. Что ж, теперь давайте поиграемся. Выключим сервис. Для этого мы введем команду system.ktl.stop.elxc. И проверим elxc-info. Включим n.mynewcontainer. И должно убедиться, что контейнер у нас выключен. Что ж, теперь давайте еще разочек запустим все это дело. Предварительно убедимся. Из active. И, соответственно, у нас inactive. И давайте стартанем. Что ж, дождемся какое-то время, пока это все дело стартанет. И теперь давайте введем команду elxc-info n.mycontainer. Как мы видим, у нас все это дело запущено. И дождемся полного запуска. Проверить это можно с ключом i. Ключик i обозначает наш интерфейс сетевой. Соответственно, есть какой-то IP-адрес. Ну и, соответственно, друзья, вся настройка у нас с автоматическим запуском работает. Ну, соответственно, если есть вопросы, пишите. Если нужна помощь, тоже пишите. А так, подписывайтесь. Если что, ставьте лайки. И, соответственно, всем приятного просмотра. Ну, а пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok